Платные пляжи и туалеты, отсутствие раздевалок и душевых, мусор и массовые застройки прибрежной зоны. Вот с чем сталкиваются люди, желающие отдохнуть у моря. Курортный сезон уже добегает до своей золотой середины, а проблем меньше не становится. Кто только смотрит, местные власти недоумевают отдыхающие. Как бы ни утверждали городские власти, что все пляжи в Одессе бесплатные, в действительности оказывается, что это не так. Большинство людей просто не в состоянии платить по 50-100 гривен за ход в закрытую зону. А если отдыхающие все же решают сюда зайти, то лечим просто негде. Все занято платными топчанами. Очень много платных пляжей. Место, где люди каждый день, которые ходят на пляж, просто по 100 гривен нет смысла платить. Отсутствие туалетов, пляж Аркадия, туалет стоит по-моему 5 гривен. Где-то есть бесплатный, но он такой убогий, что туда страшно зайти. Мусорников тоже не найти. Понимаете, дело в том, что понаставили топчанок. Их никто не занимает. Вот пройдите, посмотрите. Никто не занимает. Топчаны свободные. А людям-то негде лечь. А если бы топчанок не было, там бы люди легли на песок. Кафе, клубы и другие всевозможные постройки оккупируют большую часть прибрежной зоны. Прогуляться по берегу моря порой просто невозможно, жалуются одесситы и гости Южной Пальмиры. А вот это уже бесплатный пляж. Здесь может отдыхать любой желающий. Правда, местных здесь не так много. Пляж не самый чистый. И вот отдыхать на голых камнях не каждому по вкусу. Вода грязная и пляж очень грязный. На платных чисто. Если бы рядом бесплатные территории убирали для приличия, было бы вообще здорово. Трошки смущает, что пирсы позанимали. Не надо нормально отдыхнуть. Раньше, я как раньше помню, тут свободно было. Сейчас невозможно тут идти. Все, деньги платить, платить, платить. Пока мэрия будет сквозь пальцы смотреть на все эти проблемы, Одессе будет трудно претендовать на звание курортного города европейского уровня. Одесситы и гости города недоумевают. Нынешние реалии на пляжах – это полное бессилие городских властей навести порядок? Или хуже того – действия, которые можно охарактеризовать как коррупционные деяния? Тогда зачем платить большие деньги за удобства, которых попросту нет? А если и есть, то доход от них вряд ли идет на улучшение инфраструктуры города. Проще за меньшие деньги погреться на солнышке на каком-либо пятизвездочном турецком курорте. Заодно получившись у жителей Турции методом отстаивания общественных интересов и построения гражданского общества.